Историческая сессия началась необычно. Депутатов, спешащих на нее, у здания на Короленко поджидал вот такой пикет. Впрочем, кто фаворит гонки за креслом мэра, и депутаты, и пресса догадывались без подсказок. Ну а мы напомним, кроме Сергея Дугина, на должность главы подали заявки депутаты Гордумы Юрий Ряполов и Кристина Юстус, самовыдвиженец Павел Чеснов. Комиссия приняла решение, в которое я в том числе и входила, о том, чтобы допустить всех четырех кандидатов сегодня на конкурс. Кандидатам дали возможность кратко представить свои программы. Сергей Дугин в выступлении сделал ставку на продолжение курса городских программ. Юрий Ряполов сконцентрировался на поддержке малого и среднего предпринимательства. Кристина Юстус на превращении Барнаула в город бизнеса и инноваций. Победителя гонки определила тайное голосование депутатов. Примечательно, что в ходе него пять бюллетеней было испорчено. Голосажи в действительных распределились следующим образом. Дугин Сергей Иванович, 30 за. Ряполов Юрий Семенович, 0 за. Чеснов Павел Алексеевич, 0 за. Юстус Кристина Давыдовна, 3 за. Часы на стене зала зафиксировали точный момент, когда у Барнаула появился новый глава. И вот такими были первые слова Сергея Дугина на новом посту. Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей города, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и законы Алтайского края, устав городского округа города Барнаула, Алтайского края, добросовестно осуществлять предоставленные мне полномочия. Рассмотрели депутаты еще один важный вопрос – бюджет. По сравнению с первым чтением, во втором и окончательном доходная часть увеличилась почти на миллиард. Это произошло за счет дополнительных перечислений из краевого и федерального бюджетов. И, как выяснилось, они несут в себе хорошие новости, в первую очередь для бюджетников. Согласно принимаемому сегодня бюджету, на 12,7 увеличится заработная плата именно работникам бюджетной сферы. На увеличение зарплат бюджетникам городская казна потратит 104 миллиона рублей. Всего же доходы бюджета в следующем году должны составить более 10 миллиардов рублей. Расходы – почти 11. С сегодняшнего дня проект бюджета вступает в силу. Что же касается главы Барнаула, то исполнять обязанности Сергей Дугин будет до истечения срока полномочий Барнаульской гордумы, то есть ближайшие 5 лет. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город».